Среди рек, синих-синих, где в березах земля... Вот это вот пересаденное хозяйство. Конечно, я поздравляю Алексейков всё-таки науку и жизнь, чтобы разместил статью. О-о-о, это там, скажу, да, это круто. А пересаденное хозяйство, тут, знаете, что написано? Я прошу вас, я сейчас на этом закончу. Вы и так устали от того, что я сильно эмоционально говорю. Дальше идёт разборка, страшная разборка, моя с ними. Но я знаю, что вы устали, а там серьёзный будет разговор, принципиальный разговор. Оказывается, жив курилка. Я думал, она давно закрылась, а тут случайно попалась вот эта вот. То есть, в 21-м году она была, я в чек библиотеки свои обошёл, везде тут и в посёлке. Мне перестали выписывать, потому что денег не дают. А старые подшивки есть. Вот, а старые подшивки – это страшная вещь. Но это будет отдельный разговор, так? Так, сажемся от покупки до посадки. Я хочу, чтобы кто-то из вас, даже не присылайте мне журнал. Ну, не может быть, чтобы хоть один кто-то не выписывал его. Популярность, когда было 3 тысячи миллионов экземпляров, ой, 3 тысячи, нет, я так, 3 миллиона экземпляров, когда было, и во всех библиотеках очередь стояла за, то есть, кто сдал, а уже ждут люди, когда он при, кто взял домой, ждут, когда он принесёт. То есть, подписчиков, нет, если брать подписчиков, плюс, кто ещё смотрел в библиотеках, плюс по рукам ходил, а я тоже по началу по рукам, это 10-20 миллионов. Вреда была дико. Они живы. Мы про них ещё поговорим потом. Вот. А пока сажаются от покупки до посадки. Я очень хочу, чтобы кто-то взял этот журнал. Пусть этот, вот. Если есть целая подшипка, пусть мне пришлёт фотографии. Ну, просто фотографии. Скопили, это легко делается. Вот. Посмотрим, чем мы не живы сейчас. Почему? Вот. Понимаете, вот это вот современный мир. И дальше не буду. Дальше начинается такое. Ой, 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 что там начнётся? Интригуем. У нас время вышло. Поэтому там серьёзный разговор. А это просто я взял фотографию, я набрал. Яндекс.Фото. Значит, саженцы. Точка. И вот первая же фотография вышла вот так. Я пытался разглядеть. Вот. Все они умрут. Посмотрите. Что там с корнями, мы не знаем. Зато мы видим. Вот груша вроде бы прекрасная. Вот абрикосы, видите? Знаете, на картинках. Что-то это. Вот слива. Вот, по-моему, это самая красивая фотография. А это фотография из интернета. Ужас говорю. Вот это фотография из интернета. То есть, они их настамповали. Черешня. Настоящая черешня. Ух ты, ё-моё. В общем, время продажи уже понятно. Всё это уже скисло. Когда купят люди, а купят, иначе бы это не продавали бы. Не. Что вы. Это бы не продавали. Почему? Потому что распродают, значит, купят. И они, когда это раскопят, всё это умрёт. Такое количество листьев, полумёртвых, они должны отвалиться. А новые должны зародиться. А они уже при смерти, эти листья, да? А почки должны вызреть. А листья уже не дадут. А время, ну, не важно это. Это может быть мая, июнь. Это может быть октябрь, ноябрь. Даже я не скажу. Даже нет. Какой октябрь? Сентябрь. Это может быть октябрь. В любом случае, это всё причина на смерть. Это надо ещё поговорить, поговорить, поговорить. Всё, на этом мы закончили. Два часа и стекло. Там очень много я приготовил. Я считаю, что самое интересное там, ниже. Ну, так получилось. Приходят письма. Ну, как мне не похвастаться шелковицей, которую вырастил мой друг Алексейкова. Ну, как мне похвастаться? Так же. Как мне похвастаться Чернобаева, вот эти же сверхранние эти. Вот это чудо. Вот это чудо. Для Терябинского это чудо. Не только до Сибири. Вот. Понимаете? И вот это чудо. Если я не продам эти 200, самое, значит, что-то я не куплю детям. А у вас не будет то, что... Ну, назовём это... Когда? У него же два родителя, да? Да, господи, да ты что? Что я за дурак такой? Это же... У него второй родитель, это Манчжурец. А я смотрю, как на новые ворота. Второй-то родитель у Бая, второй у этих самых плодов. Манчжурец, Манчжурец. Одну часть дерева опыляли культурное. И получились, и отличие от Бая, эти самые... Те самые дамы посраблены, потому что окончательно понятны. Ни черта не соображает. Вот. А лезут, а дадут их, как эти самые. То есть, могли же дружить. Я им косточки же предложил. Говорю, давайте быстро. За несколько лет мы в такие сады. И уж там не будете их калечить. Дураков нет. И фунгицином поливать не будете, чтобы потравить червей. По каждому поводу. И вот получается, что да, 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 да. Манчжурец, Манчжурец. Был бы случай, когда бы сказал, второй, как говорят, Манчжурца, это Амур. Нет, Манчжурец. Манчжурец. Это для вас находка. А теперь у них своя косточка. А её кто опылил? То, что вы видите, это какой-то Манчжурец. А кто её опылил? А? Представляете, какие чудеса ваши. А главное, чтобы с помощью такой уже вашей, не моей, а вашей селекции. Это селекция. Не в каждом из них будет скрыт сверхранний. А хорошо пусть даже Мендель. А хорошо пусть даже, если в 3-4 скрыт, из 4-3 будет скрыт этот сам, по закону Менделя, скальция сверхраннего. Замечательно. А если даже один из четырёх, если вот это свойство сверхраннего сеянца, сверхраннего плодношения, если это свойство будет, по Менделю, в рецессивном гене, то есть в одном из четырёх, ну, в одном из четырёх, в 10 из 40. 40 штук и покупили, у вас будут сверхранные. А потом установите. С кем? Монополистом. Нам давно, вот так же, как Алексейка, стал монополистом по Шелковице. Самый настоящий. Чего я с единственным делем, являюсь его этим, что ли, конкурентом? А это на всю страну? Ребята, смотрите, вот вам один из примеров сверхранный сеянец. А помните сверхпоздний суперсерафим? Это что? Не открытие? Это что, не сенсация? А теперь вспоминаем. Самые морозостойкие в мире персики. Ужелезово. Самые морозостойкие в мире чёрный абрикос. Северный, к тому же. Ужелезово. Самые морозостойкие в мире черешни. Ужелезово. Я же посадил эти самые бодровские на подвое, на вишнёвое. Самые морозостойкие в мире крупноплодный абрикос. Ужелезово. Самые морозостойкие в мире шелковица. Ужелезово. Вот всё это должно стоить уже не в рублях, а в долларах. Так это для вас сейчас, пока я пытаюсь, распинаюсь таким расчётом, чтобы хотя бы детей к зиме одеть-то. к школе. Пользуйтесь этим. Ну вот, пока мы говорили, уже одно письмо. 30 костик. Черешник кто-то возьмёт. Вот так, друзья. Теперь, не знаю, рассказываю, рассказываю. У меня бывало, после таких вот красивых заявлений, этого заказа не приходило. Субтитры создавал DimaTorzok